Всем привет, друзья! Не включал я видео. В принципе, вчера все, что хотел, сказал. Сегодня вторая машина. Приехал я к ребятам. Сейчас я вам скажу. Наверное... Сейчас ремень. Да, не наверное, а точно. В 2 часа дня я приехал. Сейчас у нас 8 час. Можете себе представить, сколько... Ну, там, какое-то время я подождал, но неважно. Грубо пусть даже в 3. Начиная с 3 часов. Но мы там заправляться ездили, еще что-то. В общем... Зато она едет теперь. Это просто самолет. Это просто самолет. Не прыгает на бензин. Сделали ТО. Поменяли все, что можно. Голд редуктор у нас. Поменяли там потрохи. Поменяли фильтра. Вот по этой улице, не сильно ровной, мы катались. Несколько раз вперед-назад. В разных режимах. Насколько позволяло. Зато теперь просто машина летит. Давно она так не ехала. Шикарно. Я думаю, вот, судя как по нажатию педали, очень легко едет. Я думаю, расход будет корректный. Немножко тут не критичный был какой-то там... Ну, как по мне, то литров на несколько больше, чем должно оно быть. Давайте пару слов про эту улицу. Блин, жалко, нету видео. В общем, сейчас я вам так расскажу. Видите, она вся в латках, кривая, горбатая. Сколько раз тут клали новый асфальт. Просто последний раз, вот несколько лет назад, видите, легковые не могут просто нормально ехать. То есть, я вынужден ехать 40, так как едут они, потому что все... В общем, последний... Не последний, какой-то предпоследний раз просто идеальный положили асфальт. Ровненький. Ну, это вот, по крайней мере, вот та часть. Дальше, где мы выезжали старостепенной. Повороты не надо включать. Это Hyundai с музыкой, конечно. В общем, идеальный асфальт, ровненький вообще. Там остатки этого асфальта, даже с частями разметки. Прошло буквально несколько там недель, месяцев, не знаю. В общем, очень скоро. Ой, пробка рассосалась, красота, уже все проехали. И все. И тут же его сорвали этот асфальт и начали под ним трубы прокладывать, как в анекдоте, в общем. По классике. Народная примета. Если кладут новый асфальт, у нас возле дома тоже так было, значит, скоро под ним трубы начнут прокладывать. Не, пробка чуть-чуть есть. Но это не сильно. Она там начинается. Далеко от этого места. Ну, что сказать. Ну, красавцы. Да, ну, цены адекватные. То есть, цена средняя, статистическая, стандартная по Киеву. Есть дороже, есть. Ну, дешевле там, может, совсем непонятно, кто там что делает. Спросил я Максу на Land Rover. Тоже ему надо будет. Он там второе поколение, точнее, какое-то там второе или первое поколение он установил сам. Хотя, как Богдан мне рассказал, это вообще все, что называют вторым, это первое на самом деле. Глубоко человек в материале. Ничего не скажешь. Просто красавчик. Вы понимаете, ключевое, давайте, вот для тех, кто живет в Киеве, кто хочет отрегулировать газ, правильно поставить. Это вот всем будет интересно. Вы понимаете, нету спешки. Вот, вы представляете, вот они потратили на мою машину, ну, там где-то что-то отвлекались, на какие-то мелочи, но потратили на мою машину, ну, пусть с трех до семи, четыре часа, то есть четыре часа времени потратили. Никто никуда не спешил, то есть аккуратно все. Просто, ну, как бы, так, как должно быть сделано. Потом мы настраивали, вот ездили только что, ну, наверное, минут двадцать или тридцать мы ездили просто вот по этой улице, вверх, вниз, на подъем, по ровной, в разных там режимах скоростных, там просил добавь, убавь, ну, чуть газу, я имею в виду, скоростной режим разный. Ну, все, есть результат, ну, работает четко, вот сейчас вообще идеально. Подключен компьютер, кажется, бортовой сети автомобиля смотрит сразу и туда, и сюда, и газовая карта открыта, и, ну, что там говорить, я не снимал, не показывал, ну, можете мне поверить, то есть кто хочет отрегулировать, отрегулировать, ну, я, честно говоря, ну, не видел давно, в принципе, не так много диагаз смотрел, подъезжал, настраивал, ну, отношение такое, как-то что-то там подключили, как-то подрегулировали, быстрее бегом, в основном, то есть, в общем, всем рекомендую, обращайтесь, будете, я думаю, довольны, опыт большой, 15 лет занимается, говорит, мы с поколения, с первого начинали еще, то есть, то, что вторым все называют, это первое, на самом деле, вот, карбюраторные автомобили, второе, там уже что-то, чуть-чуть там, где есть какая-то лямбда, какой-то минимальная, минимальная, какой-то диагностика, в смысле выхлопа, это уже второе, потом третье, это там, где Монов прыск, в общем, рассказал мне целый ликбез по, по всем этим, смотрите, как отзывается сейчас, видели, как прыгает, ну, мы, сейчас я остановлю запись, и выйдем сейчас мы на прямичок, и я вам покажу, как едет, а там камеры на Дордецком мосту, ну, где-то сейчас до моста кусочек, машина на меня оформлена, а вот, смотрите, здесь прямичок, сейчас мы отпустим, что там едет впереди, Volkswagen, в общем, негде здесь показать, сейчас покажу позже, давайте пока выезжаем, расскажу, и знаете, что еще понравилось, нету вот какого-то, знаете, желания что-то впарить, что-то напарить, что-то там переделать, чтобы заработать денег, то есть, ну, в двух словах расскажу, трубка, шестерка стоит, на 5,7, шестерку, но по-нормальному, ну, неправильно ставить вообще, диаметр 6 миллиметров, вот мы едем, вот она едет, это Хэми, это ракета, сейчас, сейчас, у нас такой хитрый маршрут, объехать все пробки, попасть на Дарницкий мост, закончу мысль, в общем, нету вот, шестерка стоит, трубка, ну, ребята сначала почистили, поменяли фильтра, почистили, клапан там забито было, почистили редуктор, поменяли ремкомплект редуктора, в общем, сделали все, что положено, потом мы попробовали, и проседание, вот, кто знает, там полтора давления, с полтора проседает на 1,3, вот при таком наступании, как только что было, то есть, нету никакого провала, вот на бензин не прыгнуло, хотя перед этим, ну, были вопросы там, соответственно, что Богдан сказал, говорит, ну, не надо магистраль менять, хватает, то есть, там есть кусок трубки восьмерки, стоит между, сейчас, где она стоит у нас, между клапаном и редуктором, стоит восьмерка, сначала шестерка до клапана, под капотом, еще кусок восьмерки, ну, соответственно, никто не впаривает, ничего не надо там добавлять, чтобы, в общем, честная работа, приятно, приятно с такими людьми, да, давно она так не ехала, вы знаете, она хорошо ехала, как бы, ну, как хорошо, все относительно, то есть, на фоне садишься, после зеленой мечты, в принципе, все хорошо едет, так что, вот так, так, тут небольшая срезка, ну, еще раз пробуем, вот, спидометр, не знаю, тут камеры висят, или нет, может, меня уже сфотографировали, ну, на Дарницком точно висят, а, хотя тут 80, висят знаки, ну, красота, я сейчас вспоминаю, как она ехала, когда мы только поставили газ, вот, или когда покупали, вот, это было в 11 году, давненько, блин, время летит, вроде только купили, и было вот, примерно так же, вот она прыгала снизу, просто, на газ нажимаешь, а она взлетала, как прыжок такой у нее, другой раз, куда-то заезжаешь, на подъемник там, или, куда-то в гараж надо, очень аккуратно на газ, потому что получается, лишнее можно нажать, и куда-то прыгнуть, не туда, так, ну, что, все, в принципе, я думаю, всем все понятно, улица, товарная 10, когда-то я на ней работал, не рассказал я вам эту историю, но потом, когда буду ехать, в том месте расскажу, работал я на этой улице, аж в далеком 91 году, еще путь был тогда, ГКЧП, и как раз, в это время, на этой улице работал, и вот я сейчас по ней наступал, и воспоминания приходят, да, пролетело, 30 лет почти, аж не верится, в общем, всем все понятно, я думаю, обращайтесь, товарная 10, 144 бокс, Богдан, можно подъезжать, телефон в описании добавлю, я думаю, будет полезно вам всем это видео, для тех, кто хочет поставить, и отрегулировать правильно, газобаллонную, установочку, подписывайтесь, делитесь, всем пока, до встречи,